Собянин, Безруков и Хирург. Седьмой пакет антироссийских санкций ЕС включает в себя более 50 россиян, которые поддерживают военные преступления российской армии в Украине. В списке мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер-министр Андрей Белоусов, лидер пропутинского байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу Хирург, актер и режиссер Сергей Безруков и его коллега Владимир Машков, которые отличились медийной поддержкой агрессии против Украины. Лидер байкерского клуба «Ночные волки» уже пожаловался в соцсетях на обыски членов клуба. Несколько дней назад во многих домах «Ночных волков» начались обыски, давление и даже аресты. Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее. Все это говорит о том, что так называемые западные партнеры очень боятся нарастающего противодействия. Эта война порождает и предполагает эти санкции, где мы вместе со всеми моими братьями и друзьями принимаем на себя всю ненависть, всю лютую ложь и злобу врагов. Александр Залдостанов, хирург, лидер байкерского клуба «Ночные волки». Также в черном списке оказались силовики и депутаты Госдумы, в частности губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, депутат Госдумы Адам Делимханов, первый заместитель директора ФСБ России Сергей Королев. Кроме того, ограничительные меры распространились на родственников некоторых подсанкционных бизнесменов, в том числе олигарха Олега Дерипаски. «Я хочу, чтобы сегодня каждый солдат, ступивший на нашу землю, его родственники, его дети, его семья тоже были в списках на санкции. Они должны знать, что если ты пришел убивать украинцев, твои дети не должны ехать учиться в цивилизованные страны». Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины. Западные санкции, введенные против российских олигархов и членов их семей, действительно важны. Ведь у богатых россиян формируется недовольство нынешней ситуации, заявил экономист Игорь Бураковский. В качестве примера он приводит санкции против бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова, отмечая, что снижение экономической активности олигархов и их крупных компаний – это упадок экономики самой России. «Оба этих олигарха, приближенные к Путину, не буду эти вещи рассказывать, я думаю, все прекрасно понимают, о чем идет речь, подали уже несколько исков европейские суды для того, чтобы снять с себя эти санкции. И вот как раз один из аргументов того же самого Алишера Усманова, что санкции не дают возможность вести нормальный бизнес. Дальше он перечисляет достаточно крупные компании, которые сталкиваются из-за этого с проблемами, ну и собственно вот такой вот механизм действия персональных санкций». Ранее международная рабочая группа Ермака Макфола представила дорожную карту индивидуальных санкций против России, где отметила, что главная задача – это усиление давления на российскую элиту кремлевского режима. В приоритете олигархи, политики, высшие чиновники, руководство компаний, пропагандисты, военные преступники, а также члены семей и доверенные лица всех перечисленных. «Число потенциальных кандидатов на попадание под санкции составляет не менее 12 тысяч физических и 3 тысяч юридических лиц. Немедленный приоритет предоставляется 100 богатейшим людям из списка Forbes» в заявлении Офиса президента Украины. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия стала самым подсанкционным государством в мире. Больше всего ограничений против страны-агрессоров ввели Великобритания, Канада, США, Япония и страны Европейского Союза. По данным аналитиков, Юконтрол по состоянию на конец июня общее количество подсанкционных россиян достигло почти полутора тысяч, а компаний – более 650. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...